Здравствуйте! Вы смотрите выпуск СтопФейкНьюс. Здесь мы рассказываем о пропаганде и манипуляциях в интернете и на телевидении, и разбираемся, кто и о чем там врет. Меня зовут Марго Гонтар. Тот момент, когда думаешь, что хуже у российских пропагандистов быть уже не может. Но нет, оказалось, что в программе «60 минут» на канале «Россия-1» пообщались с девушкой, которую представили как Алина Керова. Но оказалось, что она в списках погибших в массовых расстрелах в колледже в оккупированной Керчи. Так об этом сообщает, например, канал «Дождь». В прямом эфире 17 октября ведущая «60 минут» Ольга Скобеева говорила с Алиной, якобы очевидцей трагедии в Керчи. «Дождь» пообщался с подругой Алиной, Викторией Жуковой, и она уверила, что в программе звучит не голос Алины и что других девушек с такой же фамилией в колледже нет. «Дождь» связался и с ведущей, Ольгой Скобеевой, чтобы та объяснила, как же так вышло. Но в ответ та предложила дать телефон Алины, посоветовала не переживать и написать запрос в пресс-службу канала. Трагедия в Керчи произошла 17 октября. По информации следствия, 18-летний студент Владислав Росляков расстрелял людей из ружья в колледже. Позже покончил с собой. Кроме того, также произошел взрыв. В результате 21 человек погиб и более 50 было ранено. Российские СМИ сообщают о подписании Путиным указа о санкциях против Украины. В тексте указа причины применения санкций называются недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц РФ. В комментарии Медведев уточнил, например, что будут заблокированы активы на территории РФ и введен запрет на вывоз капитала. Еще Москва грозится запретить поставлять на территорию РФ некоторые категории товаров, которые изготовлены в Украине. Как пишет BBC, вопрос был на повестке дня с 2014 года. Но вот интересно, что решение было принято через 11 дней, после того, как Синод в Константинополе решил начать процесс предоставления Томаса Украинской Церкви. По мнению российского политолога Андрея Пиантковского, эти санкции довольно серьезная эскалация в гибридной войне, которую Россия ведет против Украины. Замысел Москвы, пишет вот политолог, это создать напряжение внутри Украины и таким образом повлиять на ход президентских выборов. Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин считает, что по поводу санкций не нужно драматизировать, поскольку бизнес существенно переориентировался на другие рынки и продолжает поиск партнеров в других регионах. Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Конкорде Капитал» Александр Пороший считает, что поскольку украинские компании уже переориентировались на другие рынки, санкции не к кому применять. К слову, Украина ввела санкции против физических и юридических лиц Российской Федерации еще в 2014 году, после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. Санкции коснулись более тысячи граждан Российской Федерации и почти 500 компаний. Лицам, внесенным в санкционный список, запретили въезд на территорию Украины и конфисковали активы. Подводя итоги летнего сезона в аннексированном Крыму, оккупционные власти заявили, что в этом году Крым якобы посетила более 6 миллионов туристов, что является, мол, абсолютным рекордом подсоветского периода. Ура, патриотическую новость тут же публиковала целая куча российских СМИ. Говорят, мол, посещаемость Крыма туристами в этом году выросла на 29%, еще якобы 1 миллион человек прибыло через границу с Украиной. Но даже так называемый Крымстат подает совсем другие цифры. Так, по его данным, за 6 месяцев 2018 года отдохнуло почти 482 тысячи человек, из которых почти 95% из Российской Федерации. Да, и численность туристов по этим данным увеличилась только на 11,3%, а не 29%. По данным Госпограничной службы Украины, в период туристического сезона с мая по сентябрь было зафиксировано 1,4 миллиона пересечений, из которых в Крым 690 тысяч и из Крыма 713 тысяч. Раньше в интервью Крымреалии спикер Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что с каждым годом количество пересечений только уменьшается. По его словам, админграницу пересекают в основном жители Херсонской области и жители полуострова. Так что большая часть людей – это жители прилегающих районов, которые вынуждены ехать в Крым по личным вопросам. Стоит отметить, что СтопФейк уже неоднократно разоблачал фейки пропагандистских СМИ о якобы толпах туристов в Крыму. Так что больше смотрите у нас на сайте. До встречи ровно через неделю. Оставайтесь с нами.